Глава пятнадцатая И первосвященники обвиняли его во многом Пилат же опять спросил его Ты ничего не отвечаешь Видишь, как много против тебя обвинений Но Иисус и на это ничего не отвечал Так что Пилат удивился На всякий же праздник Отпускал он им одного узника О котором просили Тогда был в узах некто по имени Варавва Со своими сообщниками Которые во время мятежа сделали убийство И народ начал кричать и просить Пилата о том Что он всегда делал для них Он сказал им в ответ Хотите ли? Отпущу вам царя иудейского Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти Но первосвященники возбудили народ просить Чтобы отпустил им лучше Варавву Пилат, отвечая, опять сказал им Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали «Распни его!» Пилат сказал им «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу Отпустил им Варавву А Иисуса, бив, предал на распятие А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию И собрали весь полк И одели его в багреницу И сплетший терновый венец возложили на него И начали приветствовать его «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью И плевали на него И, становясь на колени, кланились ему Когда же насмеялись над ним Сняли с него багреницу Одели его в собственные одежды его И повели его, чтобы распять его И заставили проходящего некоего Керенеянина Симона Отца Александрова и Руфова Идущего с поля нести крест его И привели его на место Голгофу Что значит «лобное место» И давали ему пить вино со смирную Но он не принял Распявшие его делили одежды его Бросая жребий кому что взять Был час третий И распяли его И была надпись вины его Царь иудейский С ним распяли двух разбойников Одного по правую А другого по левую сторону его И сбылось слово писания И к злодеям причтен Проходящие злословили его Кивая головами своими и говоря «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста!» Подобные и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу. «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем!» И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопило Иисус громким голосом. «Элои! Элои! Лама Савахфани!» Что значит «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили «Вот, Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосиф. Он, купив плащаницу и, сняв его, обвил плащаницую и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова